Незадолго в 23.00, 3 января 1935 года, Роберт Лейн ехал по 13 улице. Лейн работал в отделе водоснабжения. Позже он сказал, что когда ехал, он заметил незнакомца. Когда он приблизился к Лидии Авиню, то увидел человека, бегущего на запад по северной стороне улицы. Этот человек был одет в брюки, тупле и рубашку. Больше на нем ничего не было. Хотя день был довольно мягкий для января, человеку должно было быть очень жарко. Он подбежал и окликнул Лейна, затем приблизился к машине Лейна, но остановился. Он извинился, сказав, извините, я подумал, что это такси, оглядев всю улицу. Подбросите меня туда, откуда можно вызвать такси. Лейн кивнул и ответил, вы выглядите, будто попали в беду. Мужчина проворчал, я убью этого, здесь Таймс напечатали длинные тире, чтобы заменить ругательство, завтра. Как только открыл дверь и сел на заднее сиденье, Лейн поглядывал на мужчину, переключая передачи и направляясь к 12-й и Трост. Он молча смотрел на человека в зеркало заднего вида и увидел на его левой руке глубокую рану. Он также заметил, что мужчина сжимал кулаки. Лейн подумал, что на теле человека могла быть рана более серьезной, чем на руке. Как только машина прибыла к пункту назначения, человек поблагодарил Лейна и выпрыгнул из машины, после чего побежал в комнате отдыха водителей на парковке для такси, где открыл дверь и громко крикнул. Очень быстро показался таксист. Лейн уехал. В первую неделю января 1935 года в Вако, Северная Каролина, родился будущий чемпион по боксу в тяжелом весе Флойд Паттерсон. Боб Хоу впервые выступил на национальном радио. Сторонники сухого закона в Миссури объявили, что сокращают свои усилия по лоббированию в Законодательном собрании штата принятия законопроекта, предоставляющего отдельным округам права объявлять себя свободными от алкогольных напитков. Президент Франклин Рузвельт сообщил Луизиане и ее сенатору Фьюи Лонгу, что федеральные фонды будут заморожены до тех пор, пока Луизиана продолжит соблюдать диктаторские законы, которые продвигал Лонг в то время, как был губернатором. Рузвельт также отправился в Конгресс и выступил со своим вторым докладом о положении дел в стране. В газетах Канзас-Сити появились сообщения о том, что сын военного министра США женится на дочери Камищика, а дочь лейтенанта губернатора Миссури выйдет замуж за итальянского дворянина. Амелия Эрхард готова стать первым человеком, который пролетит без остановок от Гавайских островов до Калифорнии. Также было много новостей о преступлениях. Губернатор Топики Альф Лэндон призывает к модернизации методов борьбы с бандитами в Канзасе, указывая на то, что может сделать государственная правоохранительная организация с целью изгнания преступной деятельности растущего числа банд, которые используют скоростные автомобили, чтобы скрываться от полиции. Во Флемингтоне, штат Нью-Джерси, газеты ежедневно писали о суде над Бруно Гауптманом за похищение ребенка Линдберга. Присяжные федерального суда Канзас-Сити признали виновными всех четверых подозреваемых по делу о побеге федерального заключенного. В среду, во второй день Нового года, одинокий человек без багажа заселился в отель «Президент» на пересечении 14-й и Балтимор в четырех кварталах от центральной библиотеки. Выражения его лица разные люди определили по-разному. Кто-то сообщил, что на вид ему было 25 лет, кто-то говорил, что от 25 до 30, еще кто-то говорил, что около 35 лет. Это было около 13-20. Мужчина подошел к стойке регистрации и попросил комнату на несколько этажей повыше. В книге по стояльцах он расписался как Роланд Т. Оуэн, указав в качестве домашнего адреса Лос-Анджелес. Он заплатил за одни сутки. У его левого уха была изуродована ушная раковина, благодаря чему многие увидели в нем профессионального боксера или борца. У него были темные каштановые волосы и большой горизонтальный шрам сбоку на голове над ухом. Он был небрежно закрыт волосами. Секретарь дал Оуэну ключ от номера 1046 и послал с ним коридорного Рэндальфа Пробста, чтобы тот показал Оуэну номер. Позже Пробст описал Оуэна как аккуратно одетого человека в черном пальто. По пути на 10 этаж Пробст и Оуэн разговаривали. Оуэн сообщил, что прошлой ночью останавливался в отеле Мюхлебах за возмутительную цену в 5 долларов. С учетом инфляции, 5 долларов 1935 года эквивалентно 85 долларам 2017 года. Как только они вышли из лифта на 10 этаже, они повернули направо и пошли по коридору. Затем завернули за угол, потом снова повернули налево, где находилась лестничная клетка. Номер 1046 находился как раз слева по коридору. Окна выходили во двор отеля, за которым находилась 14-я улица. Оуэн открыл дверь и вошел. Пробст включил свет. Оуэн прогулялся по небольшой комнате. Справа был туалет, слева ванная. Площадь номера составляла почти 3 метра в ширину и 3,5 метра в длину. Кровать находилась справа, а слева находилась небольшая тумбочка, на которой стоял телефон. Примерно посередине левой стены стоял письменный стол и стул. В северо-западном углу гардеробная. В северо-восточном углу стоял другой стул. Пробст наблюдал, как Оуэн вытащил из внутреннего кармана пальто зубную щетку, черную расческу и зубную пасту. Вот и все. Оуэн положил эти вещи на раковину, затем двое вышли из комнаты и направились к лифту. Пробст спросил, может ли он вернуться в номер и закрыть его. Оуэн дал ему ключ, и Пробст вернулся в номер, выключил свет и закрыл дверь. Затем он вернулся к Оуэну, вернул ему ключ, и они вместе спустились на первый этаж, где Пробст вернулся к своим обязанностям, а Оуэн покинул здание. Горничная Мэри Соптик пришла убрать номер 1046 на следующий день около полудня. Она обнаружила дверь закрытой. Она постучала, и Оуэн ее впустил. Ее немного удивило то, что человек оставался в номере до тех пор, пока женщина не закончила уборку. Извиняясь, она сказала, что в следующий раз будет звонить. Но Оуэн сказал, что все нормально. Мгновение спустя Оуэн попросил ее не закрывать дверь. Он ожидал друга с минуты на минуту. Соптик отметила, что шторы на окнах были плотно задвинуты. Это отмечал каждый из сотрудников отеля, который заходил в номер 1046. Единственным источником света был довольно тусклый свет настольной лампы. В ее показаниях полиции, по его действиям и выражению лица, Оуэн казался обеспокоенным чем-то или испуганным, и всегда хотел оставаться в темноте. Во время уборки Оуэн одел пальто, зашел в ванную комнату, чтобы причесаться, а затем покинул номер, напомнив Соптик, чтобы это оставило дверь открытой, так как он ожидает друга с минуты на минуту. Мэри Соптик не увидела Оуэна, когда вернулась в номер 1046 около 16.00, чтобы оставить чистое полотенце. Дверь оставалась открытой, в номере было темно, но благодаря свету из коридора она увидела, что на кровати лежал полностью одетый человек. На столе она заметила записку. «Дон, я вернусь через 15 минут. Подожди». На следующее утро, в среду, 3 января, Соптик направилась для уборки номера 1046 около 10.30. Предполагая, что Оуэн ушел, она открыла дверь своим ключом, который можно использовать только если дверь закрыта снаружи, и вошла. Оуэн сидел в темноте. Соптик поняла, что кто-то еще закрыл дверь снаружи. Зазвонил телефон. Оуэн ответил и через мгновение сказал. «Нет, Дон, я не хочу есть. Я не голоден». Еще через мгновение он повторил. «Нет, я не голоден». После того, как он положил телефон, Оуэн спросил горничную о ее работе. Входит ли в ее обязанности уборка всего этажа? Был ли президент гостиницы с постоянными жильцами? Затем он осмотрелся и сказал, что Мюхлебах пытался навязать ему такой же номер, как 1046, по гораздо более высокой цене. Соптик закончила уборку, забрала грязные полотенца и ушла. Около 16.00 после того, как чистые полотенца прибыли из прачечной, она принесла их в номер Оуэна. Она услышала разговор двух мужчин и аккуратно постучала в дверь. Грубым голосом спросили, кто там. Горничная представилась и сказала, что хочет оставить чистые полотенца. Нам они не нужны, ответил громко грубым голосом. То было странно, потому что Соптик знала, что в номере с утра нет полотенец. Тем же днем Джим Оуэн, она не являлась родственницей Роланда Т. Оуэна, 30-летняя женщина, которая жила в поселке Лис Саммит, приехала за покупками в Канзас-Сити и затем встретилась со своим парнем Джо Рейнартом, который работал в магазине Midland Flower Shop. Через несколько часов похода по магазинам она начала чувствовать себя неважно и пошла в цветочный магазин сказать мистеру Рейнарту, что она не поедет в ночь домой, а останется до утра в отеле Президент. Она прибыла в отель Президент около шести часов вечера и зарегистрировалась через полчаса. Джим Оуэн позвонила Рейнарту и сказала, что остановилась в номере 1048. Через два с половиной часа он пришел в отель, а еще через два часа ушел. В своих показаниях она сообщила, что в ту ночь она слышала много шума, который якобы доносился с того же этажа, и состоял из мужского и женского голосов, которые много говорили и часто проклинали друг друга. Когда шум продолжился, она решила позвонить на стойку регистрации, но все же не сделала этого. Чарльз Блочер, оператор лифта отеля в ночную смену, начал работу незадолго до полуночи 3 января. В первые полтора часа работа была достаточно интенсивной, но примерно через полчаса после этого дела закончились. Хотя в комнате 1055 была довольно шумная вечеринка. В своих показаниях он утверждал, что в первые три часа работы отвез женщину, которая часто посещала отель в компании разных мужчин. Он отвез ее на 10 этаж. Она попросила проводить ее в комнату 1026. Примерно через пять минут после этого ему было поручено вернуться на 10 этаж. Там он снова встретил эту женщину, и она спросила, почему ее знакомого не было в своем номере, так как он всегда был довольно пунктуальным. Она спросила, может ли он быть в номере 1024, потому что там было открыто окно. Она оставалась там 30 или 40 минут, после чего Блочеру было поручено вернуться снова на 10 этаж. Он вернулся и увидел там эту же женщину. Она спустилась с ним на лифте и вышла в вестибюле. Примерно через час она вернулась в компании мужчины. Блочер отвез их на 9 этаж. Позже он получил сигнал отправиться на 9 этаж примерно в 4.15. Забрать ту женщину, которая затем покинула отель. Через 15 минут этот мужчина спустился на лифте с 9 этажа, жалуясь, что не может уснуть, и на какое-то время вышел. То, что женщина искала номер 1026, который очень похож на 1046, породило много вопросов. Приходила ли она к Оуэну или к другому человеку? Она ошиблась номером, или Оуэн случайно сообщил ей неверный номер? Имеет ли эта женщина отношение к тому, что случилось в номере 1046 той ночью? Блочер описал человека ростом 170-180 см, худощавого, весом около 62 кг в легком коричневом пальто, коричневой шляпе и коричневых тухлах. Женщина была ростом 160-170 см, темноволосая, весом около 60 кг, одетая в пальто из черного гудзона или имитации гудзона. Воротник пальто был с меховой полоской. Женщина была также замечена Джеймсом Хэдденом, ночным регистратором отеля, когда она покидала здание. Он узнал ее как человека, которого он видел в отеле и рядом с отелем в разное время дня и ночи. Следующее взаимодействие между Оуэном и персоналом отеля произошло в пятницу, сразу после 7 утра, когда Делла Фергюсон, телефонный оператор, пришла на работу. Она заметила, что телефон в номере 1046 заблокирован. После 10 утра телефон все еще был заблокирован, им никто не пользовался. Она отправила коридорного в номер, чтобы тот попросил постояльца положить телефонную трубку. Этим коридорным оказался Рэндальф Пробст, тот самый, который провожал Оуэна в его номер, как только тот заселился. Когда он подошел к номеру 1046, то увидел табличку «Не беспокоить на ручке». Пробст громко постучал и не получал ответа. После того, как он снова громко постучал, он услышал «Войдите». Он попытался открыть дверь, но та была заперта. Он постучал снова и услышал «Включите свет». Он постучал «Еще, еще» и, наконец, после 7 или 8 ударов, прокричал сквозь дверь «Положите телефонную трубку». Не получив ответа, он вернулся в вестибюль, где сообщил Делли Фергюсон, что постоялец номера, скорее всего, пьян, и что надо подождать «Еще сейчас» и отправить кого-то еще. Примерно в 8.30 Делла Фергюсон заметила, что телефон в номере 1046 по-прежнему заблокирован, и послала Гарольда Пайка положить трубку. Когда Пайк поднялся, он обнаружил, что дверь все еще закрыта, и использовал свой ключ, чтобы войти. Дверь опять была закрыта снаружи. Благодаря свету из коридора Пайк заметил, что Оуэн лежал на кровати голой. Он также увидел, что телефонная трубка лежала на полу. Пайк положил трубку на свое место. Он закрыл дверь и вернулся в вестибюль, сообщив управляющему, что Оуэн лежит на кровати голой, вероятно пьяной. Между 10.30 и 10.45 уже другой оператор сообщил Бетти Коу, главному оператору, что телефон в номере 1046 снова заблокирован. Около 11.00 Рэндольф Пробст снова направился к номеру, обратив внимание, что табличка «Не беспокоить» по-прежнему висела на ручке. После того, как он постучал три раза и никто не ответил, он открыл дверь своим ключом и вошел. Когда я вошел в комнату, этот человек находился в 60 сантиметрах от двери на коленях и локтях, держа голову руками. Я увидел кровь на его голове, я включил свет, положил трубку на телефонный аппарат, огляделся и увидел кровь на стенах, на кровати и в ванной. Пробст помчался к управляющему М.С. Веверу и сказал ему, что он видел. Присоединившись к Перси Терелю, они поспешили вернуться в номер 1046, но смогли приоткрыть дверь только на 20 сантиметров. Скорее всего, Оуэн упал и потвер дверь с другой стороны своим телом. Газеты, однако, сообщали, что Пробст обнаружил Оуэна сидящим на краю ванной, а его голова лежала на краю раковины. Полиция прибыла в короткий срок. Детективы Айра Джонсон и Уильям Элдридж, а также сержант Фрэнк Хоуэленд, сразу прибыл доктор Гарольд Ф. Лендерс из центральной больницы. Позже к ним присоединился детектив Ди Си Кинг. Шея, запястья и лодыжки Оуэна были перевязаны шнуром. Это выглядело, как будто его пытали. Ножевые раны на груди кровоточили. Было пробито легкое. Правая сторона черепа была раздроблена. Туда нанесли несколько ударов. На шее были кровоподтеки. Они появились из-за пыток. Помимо кровати и стен, кровь можно было увидеть даже на потолке над кроватью. Когда прибыл доктор Флендерс, он разрезал шнуры вокруг запястья Оуэна. Его руки освободились. Он повернул кран, который Флендерс закрыл. Детектив Джонсон спросил Оуэна, кто был с ним в номере. Оуэн в полусознательном состоянии ответил. Никого. Как вы получили эти травмы? Я упал на ванну. Вы пытались покончить с собой? Нет, пробормотал он и начал погружаться в беспамятство. Оуэна срочно отправили в больницу. Позднее доктор Флендерс сказал, что раны были получены на 6-7 часов раньше, потому что большая часть крови на теле превратилась в твердую массу, а кровь на стенах и мебели застыла. Раны и порезы были нанесены задолго до визита пропста в 7.00. По мере того, как детективы осматривали номер 1046, они понимали, что все выглядит как-то подозрительно. В номере не было ни одежды, ни черного пальто, ни рубашки, ни штанов, ни туфель с носками. Из признаков одежды был найден только ярлык от галстука. Также отсутствовали такие привычные предметы, как гостиничное мыло, шампунь и полотенце, а также ножи или другое оружие, которое могло использоваться для нанесения уколов и порезов. Все это, наряду со шнурами, исключало возможность самоубийства. Кроме ярлыка, который указывал на связь с компанией Botany Worsted Miles из округа Посейка, Нью-Джерси, единственным найденным предметами была шпилька, булавка, сигарета и небольшая целая бутылка разбавленной серной кислоты. Также были обнаружены два стакана для воды. Один стоял на полке над раковиной, другой лежал в раковине с отколотым куском в виде зубца. На стеклянной крышке телефонной подставки было четыре небольших отпечатка, предположительно женских. Kansas City Star и Kansas City Journal Post, городские вечерние газеты, освещали эту историю. В Journal Post была приведена цитата детектива Джонсона, гласившая «Нет сомнений, что кто-то еще замешан в этом деле». Джин Оуэн была доставлена на допрос и, наконец, освобождена, когда полиция сравнила ее показания с показаниями Джо Рейнарда. Роланд Оуэн впал в кому по дороге в больницу. Он умер незадолго после полуночи в субботу 5 января. Ночью полиция выяснила у полиции Лос-Анджелеса, что у них отсутствуют записи о Роланде Т. Оуэне. Незадолго до утра через фото-телеграф отпечатки Оуэна были отправлены в отдел расследования. Это предшественник ФБР. Появились сомнения относительно того, было ли имя Роланд Т. Оуэн настоящим именем жертвы. Ночью в отель президент позвонила женщина и запросила описание жертвы. Позднее она сообщила, что этот человек жил в Клинтоне, штат Миссури. В воскресенье Journal Post сообщил, что полиция предполагает, что Оуэн – настоящее имя. Это было только начало. В воскресенье тело было выставлено в похоронном бюро Мелоди МакГилли на опознание. Одним из опознающих был Роберт Лейн. Лейн опознал жертву как человека, который остановил его на 13-й улице. Он увидел глубокую рану на его руке, которая была замечена в четверг ночью. Он был уверен, что это именно тот человек, который помахал ему в таких странных условиях. Детектив Джонсон, однако, усомнился в этом опознании, сомневаясь, что пассажиром был Оуэн. Полиция сообщила, что они не понимают, как Оуэн мог выйти из отеля без внимания персонала или прохожих. История была освещена на радио. Все больше людей стали обращаться в полицию Канзас-Сити, чтобы увидеть жертвы пропавшего без вести родственника. У большинства звонивших не было описаний или изображений пропавшего родственника. Либо предоставлялись изображения, не имевшие сходства с Оуэном. Полиция стала спросить людей отправлять фотографии, чтобы ускорить опознание. Полицейский департамент Канзас-Сити также начал отправлять письма и телеграммы с описанием и изображением жертв в полицейские департаменты по всей стране. Полиция установила, что Оуэн был замечен в пятийных заведениях на 12-й улице в компании двух женщин. Заново осмотрев комнату в воскресенье, полиция решила, что они наткнулись на важную улику, когда нашли отброшенные полотенца, которое было залито кровью. Однако позже они поняли, что полотенца обронил сотрудник гостиницы, который убирал этот номер после первоначального его осмотра полицией. Вспомните заявление Соптика о том, что она забрала все полотенца в пятницу, а чисто ей принести не разрешили. В какой-то момент детективу последовали версии, что Оуэн оставался постояльцем отеля Мюхлебах, в то время, когда заселился в президент. Но в Мюхлебахе не было человека зарегистрировано как Ролан Т. Оуэн. Однако в ту ночь человек, похожий по описанию, остановился в одном из номеров и указал в качестве домашнего адреса город Лос-Анджелес. Он зарегистрировался под именем Юджин К. Скотт. Полиция снова связалась с полицейским департаментом Лос-Анджелеса, в этот раз запрашивая данные о Юджине К. Скотте, и получила такой же ответ, как и в случае с Оуэном. Полиция Лос-Анджелеса не нашла ни одной записи о человеке по имени Юджин К. Скотт. Детективы попытались выяснить больше информации о другом человеке, который был известен как загадочный дом. Был ли это тот же человек, который был в номере Оуэна Скотта с неизвестной женщиной ночью в четверг и утром в пятницу? Был ли он той парой, ростом от 160 до 180 сантиметров? Он во всем коричневом, она во всем черном, за исключением легкого мехового воротника, на ее пальто из кожи морского котика? Был ли он тем человеком, который грубо ответил Мэри Соптик сквозь закрытую дверь номера 1046 о том, что чистые полотенца не нужны в четверг вечером? Был ли Дон тем человеком, которого, по словам Лейна, Оуэн собирался убить? Мы знаем, что Оуэн сказал Соптик, что он ожидает гостя, и просил оставить дверь открытой, когда она закончит уборку. Позже она слышала, как он разговаривал с Доном по телефону. Поиски Дона продолжались. Другие люди приходили для опознания тела. Эрнест Джонсон из Канзас-Сити осмотрел тело и заявил, что Оуэн – Скотт – это его двоюродный брат Харви Джонсон, проживавший ранее в Далласе. Сестра Эрнеста Джонсона, миссис Андерсон, также пришла опознать жертву и сказала полиции, что ее двоюродный брат Харви умер пять лет назад. Эрнест удивился, однако настаивал на том, что Оуэн выглядит точно так же, как Харви. В пятницу ночи, 12 января, Тони Бернарди из Литл Рока, Арканзас, осмотрел тело в похоронном бюро Мелоди МакГилли. Бернарди был промоутером борьбы и опознал Оуэна Скотта, как человек, с которым он общался несколькими неделями ранее, который хотел поучаствовать в нескольких чемпионатах по борьбе. Бернарди сообщил, что человек представился ему как Сесил Вернер и сказал, что выступал за Чарльза Лотча из Омахи. В субботу Лотч рассмотрел фотографию, которую ему прислали в Омаху, но не узнал в Оуэне Скотте человека, который выступал за него в боях. Во вторник, 15 января, Лестер В. Кирчер и Клэренс Т. Ретлиф, два детектива, были переведены в отдел убийств. Отдел расследовал два других убийства, помимо случая в отеле «Президент». Время шло, детективы продолжали вести расследование, но дело Оуэна Скотта становилось запутаннее и запутаннее. В воскресенье 3 марта «Джорнелл Фост» опубликовало статью о том, что Оуэна Скотта собираются похоронить на следующий день на кладбище для бродяг и бездомных. Детектив Джонсон выразил надежду, что однажды удастся опознать мужчину, который был так загадочно убит. В мелоди могиле получили анонимный звонок. Звонящий просил не хоронить тело так быстро, и обещал, что он или она скоро переведет сумму, которая покроет расходы на нормальные похороны. В субботу, 23 марта, в мелоди могиле получили с специальной доставкой конверт, в котором находились деньги, завернутые в газету. Суммы была достаточной для проведения похорон. Отправитель остался неизвестен. Похоронное бюро предоставило эту информацию полиции. Тело Оуэна Скотта было похоронено в мемориальном парке «Семеттере» в Канзас-Сити. В среду в Джорнал-Пост позвонила женщина и, не представившись, сообщила, что Роланд Оуэн не был похоронен на кладбище для богиняков и бродяг. Позвоните гробовщикам и флористу, и вы узнаете, что расходы на похороны мистера Оуэна были оплачены, а цветочный венок был помещен на его могилу. Цветы были доставлены компанией «Рокфлауэр». Оплата производилась тем же способом, как и в похоронном бюро, хотя деньги на букет из 13 роз были отправлены дважды. С суммой в 5 долларов за цветы прилагалась открытка, которая должна была быть помещена вместе с цветами на могилу. На ней было написано «Вечно люблю Луиза». Преподобный Шаевли из христианской церкви Роанок проводил похороны, а единственными из присутствующих были детективы полиции. Полиция продолжала пытаться отследить неуловимого Дона, учитывая разные возможности, однако к успеху ничего не привело. В середине мая в журнале «American Weekly» была опубликована сенсационная информация об убийстве в статье под названием «Тайна номер 1046». В статье была фотография профиля Оуэна Скотта, сделанная предположительно, когда он лежал на столе корнера. В материалах полиции по этому делу было также найдено письмо от Гарри Келлера, редактора журнала «Official Detective Stories» Шеву Томасу Хиггинсу из полицейского департамента Канзас-Сити, где было написано, что его журнал позже опубликовал обзор этого дела. В следующие полтора года не было никаких сдвигов ни в поиске убийцы Оуэна Скотта, ни в определении его настоящего имени. Осенью 1936 года дала о себе знать женщина, которая, как мне показалось, узнала человека на фото в журнале «American Weekly» или в «Official Detective Stories». Человек на фото был очень похож на сына ее подруги, которого не видели с тех пор, как он покинул Бирмингем, штат Алабама, в апреле 1934 года. В течение года Руби Аглетри не получала писем от сына за исключением трех коротких напечатанных писем, первое из которых было получено весной 1935 года после смерти Оуэна Скотта. Миссис Аглетри переписывалась с Джей Эдгаром Говером, а также писала консул США в Каире, чтобы он помог в поисках ее сына. Когда она получила журнал от своей подруги, она, наконец, убедилась в том, чего так долго боялась. Ее сын был мертв. Миссис Аглетри обвинялась письмами с полицией Канзас-Сити. А 2 ноября 1936 года газеты сообщили, что настоящее имя Роланда Т. Оуэна – Артему Саглетри. Его мать сообщила, что Аглетри было 17 лет. Она также объяснила, что шрам над ухом был получен в детстве, когда на него случайно попал раскаленный жир. Со временем появились и другие факты. Одним из самых важных было то, что во время пребывания в Канзас-Сити Аглетри остановился еще в одном отеле – Сан Трэджес, вместе с другим человеком, вероятно, таинственным Доном. Однако основные вопросы остались без ответов. Кто его убил? За что? Что именно произошло в номере 1046 той ночью? Был ли Дон человеком с грубым голосом? Кто такая Луиза? Была ли она в номере незадолго до убийства? Дело остается нераскрытым. Имеются сообщения, датированные 1950-ми годами, где детективам написано «Я продолжу расследование». Кроме того, несколько лет назад работнику центральной библиотеки поступил телефонный звонок из другого штата. Кто-то спрашивал об этом деле. Звонивший сообщил, что разбирал вещи покойного человека и нашел коробку с газетными вырезками об этом деле. Также, помимо вырезок, он нашел там предмет, упомянутый в этих статьях. Однако о том, что же именно за предмет был найден, незнакомец предпочел не рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok